Ола амигос, на связи Матвей. В этом видео я падаю 15 раз на самую опасную локацию в Фортнайте в 6 сезоне 2 главы. А именно я имею ввиду центральную локацию на нашей карте под названием Башня. Локация для нас новая и пользуется дикой популярностью среди игроков. Все игровые действия будут происходить в режиме арены на 6 дивизионе, что только повышает сложность создания данного ролика. Более того, играю я в Фортнайт не на компьютере, а на телефоне. Думаю, это только повысит интерес к этому видео. В общей сумме для ролика я прыгнул на башне около 25 раз, но выбрал только самые лучшие и интересные моменты моей игры. Я прыгал на разные места данной локации, чтобы посмотреть, как будет меняться мой геймплей в зависимости от того, на какое здание я приземлюсь. Чтобы по итогу в конце видео дать точный анализ данной локации, посмотреть, какие здания лучше всего подходят для лейнинга, где больше всего лута, какое здание самое опасное и тому подобное. Видео получилось очень интересным и познавательным абсолютно для всех игроков каждой платформы. Ну а перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, если вы впервые на моем канале, и если вы так же, как я, играете в Фортнайт на телефоне, да даже если вы играете в Фортнайт на любой другой платформе, обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти единственный самый лучший контент по мобильному Фортнайту во всем СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что лучшая поддержка меня и именно мой тег автор мотивкар в вашем ждемном магазине Фортнайт. Смело водите и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать коренные ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом в нашей группе канала ВКонтакте, ну или в специальный канал в нашем Дискорд сервере. Ссылку на это все вы найдете в описании, потому что именно таким образом вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Также теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарий под моим последним видео. На этот раз огромное спасибо Лександу АСМР, Катяре и Силке. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь вы меня поняли и теперь мы можем посмотреть, что будет если прыгнуть 15 раз на самую опасную локацию 16 сезона Фортнайт в режиме арены. Первые игры давались мне достаточно сложно. Я принял решение начать с того, чтобы отыгрывать данную локацию с самой башни. Лутать там единственный сундук и дальше по зиплайнам прыгать вниз. И первые пять игр у меня то не получалось первым приземлиться, а то внизу меня убивали. А в один момент я вообще растерялся и вытворил вот эту вот фигню. Ну спустя куча пробы и ошибок у меня все-таки получилось более-менее нормально отыграть от главной башни в данной локации. Дропнулся на башню, лута не было. Прыгнул вниз на этот домик и в нем был сундук, из которого выпал самый имбовый дрововик в этом сезоне. После того, как я запил миники, я вышел и сразу встретил врага. Залутаться он еще не успел, поэтому я без проблем его убил. После этого я встретил другого игрока и решил его незаметно убить. После этого он меня перестрелял и вы спросите, где же здесь успешная игра. А я вам отвечу, вот она, смотрите и наслаждайтесь. Мне повезло и помимо сундука тут также валялся дрововик. Далее, по традиции, я с помощью зиплайна спустился к этому домику, чтобы залутать сундук. И мне повезло, он здесь оказался легендарный. После этого я залутал еще парочку сундуков, фармил ресурсы, как вдруг внезапно снизу ко мне вылез какой-то игрок. Так как он меня закрыл в своих постройках, я решил выбраться. Налетел на меня сверху, начал по мне спамить, но простите, в этот раз переиграть меня не получилось, потому что я уже был разогрет. Далее, с помощью зиплайна я попал в небольшой пригород, где встретил двух игроков, у которых был файт. Первый килл, к сожалению, у меня украли, но второй, к счастью, забрать у меня было некому. Далее я вернулся к башне и решил убить стража, чтобы получить его оружие. Но, к сожалению, нашему файту помешал какой-то левый чел, с которым в дальнейшем без всяких проблем я профессионально разобрался. После этого самыми топовыми оружиями я ждал, пока кто-то еще заявится ко мне в башню. Но наступала буря, поэтому мне пришлось покинуть эту локацию. Встретил чела, который на меня охотился и уступил с ним в бой. Но, к сожалению, и этот килл у меня тоже украли, потому что кто-то по нам начал стрелять из лука с отравленными стрелами. Я решил мстить и начал наступать. А так как у меня был мифический дрововик, я без проблем с ним в дальнейшем разобрался. На этом атака не закончилась и на машине ко мне приехал какой-то чел. Я застрелился в бокс, отрезачил окно, дал ему хедшот и по нам начал стрелять еще какой-то игрок. Но когда я хилился, заметил, что за мной таится еще один враг, которого я убил и пополнил свой щит. Настал момент разбираться с предыдущими игроками. И даже куст не смог его спасти. Как только я вышел из бури, наткнулся на еще одного врага. Файт шел успешно, даже успел задамажить левого игрока. Ну и по итогу, к сожалению, наши постройки сломали и я разбился насмерть. Такая динамичная игра и такая глупая смерть от игрока, у которого не было даже одного килла. Следующими по моему плану шли дома, которые находятся непосредственно под главной башней. Мне повезло, я первый схватил дробовик и направился на своего врага. Первый есть. Схватив с него лут, я направился в пригород, потому что здесь было небезопасно. В доме меня уже ждали. Я думаю, я бы выиграл этот файт, если бы не эта лестница, которая помешала мне поставить рампу. Будьте аккуратнее и смотрите, что стоит рядом с вами, потому что и где-то вы можете поставить постройку, а где-то нет. Кстати, не могу не показать вот эту вот игру. Это прямое доказательство того, что вы должны быть всегда аккуратными с боссом на локации башня. Без комментариев. Ладно, следующая игра выдалась реально крутой. Я приземлился и по зиплайну добрался до пригорода около башни. Залутал свой дом и пошел в соседний, чтобы убить своего врага. В полете дал ему смачный шот и пошел добивать через здание. Вышло эффектно. Далее на мосту встретил еще одного чела. Он меня чуть не убил, но все же я смог выжить. Сразу после него на меня накинулся еще один. Но умер я не по его вине. Если бы не этот в кавычках снайпер, уверен, я бы затащил эту игру. Но вот следующая игра оказалась воистине зрелищна. Я снова решил приземлиться в этом пригороде. И в этот раз все оказалось успешно. На этот раз в этом пригороде кроме меня никого не было, поэтому я успешно спокойно залутался и пошел на центральную башню искать врагов. Заметил, как какой-то игрок гасит босса и решил ему помешать. Совсем внезапно для него я свалился сверху и убил его. Заметил, как какой-то чел поднимается по зиплайну и решил ему помешать. Сбрил ему весь щит. Он решил уплыть от меня на лодке, но у него это не получилось. Тут неподалеку я заметил еще один файт и решил вмешаться. Этот игрок решил первым на меня напасть, что было для него большой ошибкой. Я ему хорошенько так навалял, а он мне ни одного хп так снести не смог. Пока тот хилился, я решил напасть на второго. Ну а после уже пошел добивать первого. Похоже, он совсем не ожидал меня увидеть. Тем временем, второй уже скрылся где-то далеко, поэтому я принял решение забить на него болт и пойти по своим делам. К большому сожалению, на моем телефоне осталось меньше 15%, поэтому включился режим пониженной производительности. А значит, фпс теперь у меня в игре не 60, а 30. Позже это мне обернется слишком дорого. У меня 30 фпс, терять мне нечего, поэтому я решил пушить того чувака, который сидел в кусте. Мы файтились, но нам мешал чел, который стрелял по нам отравленными стрелами. Я решил уйти в самый низ, чтобы захилиться. Все шло хорошо, у меня 100 здоровья, и я без проблем решил выбраться наружу. Но тут внезапно на меня свалился какой-то игрок, перестрелять которого мне не удалось. Я решил на этом закончить и пойти поставить свой телефон на зарядку. Давайте теперь подведем итоги. Локация башни, как я и говорил в своем видео про новый 16 сезон Фортнайте, очень динамичная. Это та локация, где ты вынужден постоянно быть во внимании, потому что враги могут тебя поджидать совершенно с любых сторон. Хоть слева, хоть справа, хоть сверху, хоть снизу. Не посоветовать данную локацию для дропа я вам не могу, потому что она реально цепляет, и здесь есть много чего интересного. Думаю ее сам юзать, как мейн локу для дропа в арене. Вот вам основные советы для этой локации, если вы тоже хотите в нее дропаться. Первое это лендинг. Приземлиться здесь первым, думаю, важнее всего. Сюда каждый раз прыгает дофига народу, и не на всех хватает оружия. А если вы здесь приземлитесь первее всех, то сможете так хорошенько пофармить киллы на начале игры. Во-вторых, на локацию башни надо падать уже разогретым. Как я говорил, локация очень динамичная, и как вы видели сами, я поначалу здесь жестко нубил. Но уже спустя какое-то время начал хорошо отыгрывать. Третий совет это место для высадки в данной локации. Сам убедился, что высадка на верхушку башни в этой локации слишком переоценена. Так что если вы все-таки решились высаживаться на локацию башни, то приземляйтесь в небольшой пригород у самой башни. Ну, как я делал в конце. Это место в этой локации максимально сбалансировано, там не так уж и много игроков, но при этом не пусто. Там достаточно сундуков, чтобы хорошо залутаться и пойти в центр. Ну, а также можно спокойно нафармить себе много ресурсов. Пятый совет, который я вам могу дать по поводу этой локации, так это обращайте внимание на зиплайны. Поверьте, сделаны они тут не зря и всегда помогают вам в вашей игре. Комбинируйте их, используйте во время атаки, ну или во время побега. Также не забывайте, что их могут тоже использовать другие игроки. И так вы можете неожиданно умереть, ну или наоборот потерять свой килл. Не забывайте про босса на данной локации, потому что он с легкостью сможет вас убить, как вы сами видели на моем примере. Ну, а также с него падает, наверное, самое имбовое оружие на данный момент, которое есть в нашей игре. Ну, в принципе, пока что у меня для вас это все. Прежде всего, огромное спасибо вам за просмотр этого видео, потому что на его создание я потратил кучу силы моего времени. Так что, если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор его не оценили, то обязательно, пожалуйста, поставьте лайк. Так я буду знать, что вам нравится эта тема с киберспортом, буду делать больше подобных видео. Также обязательно пишите в комментариях, что именно вы думаете по поводу этой новой локации. Пишите, какая именно у вас мейнлока на данный момент. И также не забудьте сказать, какую мне стоит локацию взять для следующего обзора. Лучше комментарий я, конечно же, лайкну. Ну, а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego. Продолжение следует...